На шестой соревновательный день Кубка России по фехтованию 2016 на дорожку вышли раперисты. Для большей части спортсменов это был первый серьезный старт в сезоне, за исключением тех, кто успел побывать на этапе Кубка Мира в Токио. В столице Японии наша сборная завоевала золото в командных соревнованиях. Спортсмен из Санкт-Петербурга Дмитрий Ригин был одним из участников той команды. Он и поделился с нами своими задачами на этот Кубок России. Первое, постараться тут не травмироваться особо, у меня немножко побаливает бедро. Я на сборе так в щадящем режиме тренировался. Вообще турнир такой проходящий, потому что мы через неделю уже стоим на этапе Кубка Мира в Турине. Поэтому нельзя сказать, что это прям основной старт на сегодня. Надо попробовать выступить как можно лучше, при этом особо не повредившись и не потратив чрезмерное количество сил на это. Кроме того, петербуржец был на этапе Кубка Мира в Каире. Там сборная России была представлена всего двумя спортсменами – Ригином и Хитровым. Им по воле случая и выпало встретиться в бою за вход в 32. Раперист из города на Неве уверенно прошел оппонента и одержал верх над всеми последующими соперниками, вплоть до стадии финала. В решающем бою он уступил олимпийскому чемпиону Тимуру Сафину. Спортсмен из Башкортостана показал потрясающую форму на этом турнире. Ни один из его соперников не смог нанести ему больше девяти уколов. После, конечно, олимпиады это уже не такой уровень, так скажем, уже здесь чуть-чуть мне попроще, так как в плане психологии, потому что я уже ощутил вот это психологическое давление на олимпиаде, которое ощущают спортсмены. И когда я приехал на Кубик России, уже я уверенно, спокойно, уже просто фехтовал, так скажем, свое удовольствие, за каждый укол боролся и в итоге так получалось, что из десятки никто не вышел. Неожиданно для всех на третьей строчке оказался Кирилл Бородачев. 16-летний спортсмен на пути к полуфиналу одержал верх над Дмитрием Кравцовым и Григорием Семенюком, а после выбил из борьбы многоопытного Тимура Арсланова. Цели я, конечно, всегда ставлю в тройку попасть и выиграть соревнования, но этот турнир очень сильный, взрослый, и у меня первоначальная цель самая была попасть в восьмерку, но сам себя во время соревнований почувствовал, что могу в четверку попасть и получилось. Вместе с Кириллом бронзу завоевал Дмитрий Жеребченко. По итогам личных соревнований, согласно цифрам, фаворитом командных соревнований становится сборная Башкортостана, а их главным соперником будет команда из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...